Всем добрый день! Сегодня у нас не будет, как всегда, картинки из операционной, не будет крови, не будет перчаток, не будет хирургов, анестезиологов, наркозных аппаратов, потому что тема сегодня достаточно важная и печальная одновременно – это острый панкреатит. Чаще всего диагноз острого панкреатита устанавливается у пациентов, которые что-то выпили перед тем, как приехать в больницу. Обычно это алкоголь или его суррогаты. Это около 95-96% всех острых панкреатитов. Остается небольшое число панкреатитов, которые развились на фоне желчекаменной болезни, когда камень блокирует общий желчный проток, нарушается отток желчи и панкреатического сока, и возникает вот такой вид панкреатита. Но это достаточно редкая ситуация, и мы, как правило, таких пациентов не встречаем. Еще раз, чаще всего острый панкреатит связан с приемом или алкоголя, или его суррогатов. У пациента, который поступает в отделение с острым панкреатитом, как правило, три пути. Первый путь – это когда на фоне консервативного лечения капельниц, уколов, инъекций спазмолитиков, обезболивающих, приступ за буквально считанные часы или двое суток, сутки проходит. Пациент ни на что не жалуется, у него нормализуются все показатели, и мы говорим о полном выздоровлении. И вот здесь вопрос, был ли на самом деле у пациента панкреатит? Потому что таких пациентов большинство. Они поступают с выраженным болевым синдромом, они поступают с множеством жалоб, и через день-два они здоровы. Но этот вариант течения острого панкреатита, он достаточно благоприятный, в отличие от тех двух, о которых мы сейчас вам расскажем. Вторая категория пациентов – это те пациенты, которые болеют настоящим острым панкреатитом, который сопровождается изменениями на ультразвуке, изменениями на компьютерной томографии, изменениями в лабораторных показателях. Такие пациенты достаточно тяжелы. Эти пациенты очень часто попадают в отделение реанимации, где им проводится достаточно агрессивная инфузионная терапия, устанавливаются эпидуральные катетеры для адекватной анестезии. Чаще всего эти пациенты с реанимацией возвращаются в хирургическое отделение, долго лежат потом в стационаре, длительное время температурят, но в итоге все проходит благополучно. Эти пациенты поправляются и выздоравливают. И многие из них придут к нормальному образу жизни, и их также ничего не будет беспокоить. Третья категория пациентов – это самые печальные пациенты, которые поступают с картиной панкулинекроза и панкреатогенного шока. Как правило, летальность при таком течении острого панкреатита очень высокая. Она достигает по разным данным в литературе от 50 до 80%. Такие больные изначально из приемного покоя госпитализируются в отделении реанимации. И хочется сказать, что таким пациентам помочь очень сложно. Что бы мы ни делали, какие бы мы капельницы ни ставили, какая бы терапия активная ни проводилась, этим пациентам не помочь. Оперировать таких пациентов бесполезно и бессмысленно. Потому что в начальный период заболевания панкреатит, он не требует никаких хирургических вмешательств. Это обычное воспаление поджелудочной железы, которое пока еще не сопровождается ни нагноением, ни образованием каких-то абсцессов. То есть лечение таких пациентов только консервативное. С появлением в нашей больнице компьютерной томографии, у нас стоит два новых компьютерных томографа, диагноз острого панкреатита для нас стал достаточно легко диагностироваться. То есть больные, которые поступают с клинической картинной острого панкреатита, с изменениями в анализах, они чаще всего попадают на компьютерную томографию, на которой очень четко видно состояние поджелудочной железы. И от этого уже мы смотрим, куда больного госпитализировать, или в хирургию, или в реанимацию. И уже на этом исследовании можно судить о прогнозах заболеваний, что с этим пациентом будет дальше. Я считаю, что каждый врач должен владеть описанием компьютерных томограмм. И, как правило, у нас все хирурги, когда делаются компьютерные томографии, сами идут в отделение функциональной диагностики, смотрят на экран томографа, и, в принципе, диагноз становится понятен всем. И, как всегда, кроме вот этого ролика, будет еще один ролик, который адресован именно хирургам, потому что вопросов по острому панкреатиту достаточно много. И мы вкратце объясним хирургические нюансы для тех специалистов, которым это интересно. А сейчас до новых встреч и всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok